В Москве прошел международный экспортный форум, сделанный в России. Впервые в повестку и содержание сессии сформулировались сами экспортеры. РЭЦ провел опрос, и из более чем 300 вопросов были отобраны самые частые. Они вошли в основу программы. Форум имеет большое значение как для России, так и, конечно, для наших зарубежных партнеров. Он открывает новые возможности для развития бизнеса, укрепления международных экономических связей, что сейчас особенно актуально. В нашей стране производятся товары, которые могут и должны конкурировать на мировых рынках. Некоторые из них не имеют аналогов, и правительство в том числе видит свою задачу в том, чтобы увеличить долю российской продукции во внешней торговле. Помогая ее продвижению на зарубежной рынке в условиях новых вызовов, конечно, нужно делать современный инструментарий. В этом году объем несырьевого и неэнергетического экспорта составит порядка 145 миллиардов долларов. К 2030 году стоит задача увеличить его на 70%. Для реализации этой цели скорректировали национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Мы выстраиваем, по сути дела, новую схему. Мы ее начали опробировать в этом году с экспортерами. Эта схема выстраивается по принципу воронки. У нас сегодня несырьевой и неэнергетический экспорт базируются на 7 тысячах крупных компаний. Всего в экспорте участвует около 50 тысяч, но ядро где-то примерно 125 миллиардов из 145, условно, из 144, это приходится на 7 тысяч компаний. Нам нужно увеличить это количество к 2024 году примерно до 10-10,5 тысяч. Для этого у нас устраивается воронка, эта воронка называется РЭЦ. Задача РЭЦ состоит в том, чтобы вовлечь в орбиту мер поддержки, работы. Вот это количество экспортеров увеличив в полтора раза. Российский экспортный центр запустил цифровую платформу «Одно окно». Сервис позволяет компаниям в одном месте получить сразу комплекс мер поддержки их деятельности на международном рынке. Также в следующем году выйдет новая продуктовая линейка для центров поддержки экспорта. Смысл в том, чтобы из разрозненных услуг, которые каждая сама по себе, может быть, не имеет той ценности, сформировать 9, мы их назвали, коробки, когда эта услуга сопровождается целым комплексом сопутствующих услуг. Например, выезд на бизнес-миссию сопровождается подбором потенциальных покупателей, помощью в подготовке презентационных материалов и так далее. То есть такая оптимизация позволит повысить конверсию. Помимо деловой программы на форуме прошла выставка высокотехнологичной российской продукции, а также подвели итоги премии «Экспортер года». Субтитры создавал DimaTorzok